Мы расскажем о том, каким образом мы выбираем блогера для наших клиентов. Также у нас есть собственный курс SMM Push Up, мы недавно его запустили, цели которого, в принципе, совпадают с целями данной площадки, поэтому тоже можете посмотреть и принимать участие в этом. Ну и также мы много выступаем на всяких различных конференциях на разные темы, не только на темах блогеров, но, естественно, мы специализируемся на всех социальных сетях, Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук. Поэтому сегодня мы расскажем вам лишь о некоторой части нашей работы, а именно о том, как мы работаем с блогерами. Остановимся на том, каким образом блогеры с первого клиента привлечат ее аудиторию, как привлечь внимание брендов для монетизации, какие вообще в принципе виды монетизации существуют. Наверняка каждый из вас здесь присутствующий пришел сюда не зря и, скорее всего, хочет развиваться в блог или задумывается об этом, или просто хочет узнать, что такое СММ, да, как работают альянские блогеры. У нас такая тема с вами достаточно узкая, поэтому, если что-то будет непонятно, задавайте вопросы, пожалуйста, в конце, мы будем рады на них ответить. Начнем с того, что, естественно, как в принципе в жизни блогеры встречают по одежке. И если мы говорим про блогеров в Инстаграм, то Инстаграм — это открытая площадка, визуальная площадка, где, естественно, очень важно то, как видеть твоя страница, в принципе, и вратой социальной сети. На что мы обращаем внимание, когда только заходим на страницу блогера. Во-первых, это, конечно же, описание то, что о себе рассказывает блогер, его тематика и геопозиция, то есть в какой локации конкретно блогер находится. Что касается тематики, естественно, я не буду до этого долго останавливаться. У каждого должен быть бизнес-аккаунт. Наверное, это не нужно объяснять, что сейчас это, в принципе, непосредственно, чтобы блогер не был в бизнес-аккаунт. По тому причине. Первая — это, потому что должна быть указана тематика, что конкретно это бизнес-аккаунт блогера, потому что таким образом будет легче вас найти как блогера, особенно если поиск осуществляется вручную. И вторая — это открытая статистика, то есть блогер может предоставить в любой момент открытую статистику для своих новых рекламодателей, соответственно, мы также можем с помощью сервисов ее проанализировать. Далее — это общий вид профиля, то есть это единый стиль, какая-то своя тематика. Не должно быть, как сегодня нам сказал клиент, фривольных фотографий, которые не подходят для конкретного бренда. Естественно, есть исключение, когда бренд, возможно, ведет себя детской новинкой, тогда, возможно, ему будут интересны какие-то голые фотографии, полуобножонкой и так далее, да, извините за такой сленг. Но в целом бренды, если вы хотите сотрудничать с крупными брендами, они обращают внимание все-таки на эстетический вид и контент блогера с точки зрения красоты, визуального восприятия и то, как тематика его блога подходит конкретно к его продукту. Естественно, если, например, бренд занимается купальниками или какой-то спортивной одеждой, то ему, скорее всего, будет интересно размещение рекламы у какой-либо фитоняшки, либо у женщины и девушки красиво просто, которая выкладывает фотографии в обложенном виде. Но если вы хотите сотрудничать, еще раз повторюсь, с крупными брендами, то, скорее всего, этот контент будет неприемлем для них. Далее, это активность постинга, потому что мы обращаем внимание на то, какое количество контента выпускаем блоги, как часто, то есть это происходит раз в неделю, раз в день, насколько он разнообразен. Это только фотографии, это только какие-то видеообзоры, либо это все вместе. Либо блогер использует очень много разных форматов, под которые мы можем подстроить рекламу у него, соответственно. Ну и включенность аудитории в жизни блоги. Естественно, если блогер заявляет на себя как успешный блогер, его история должна быть открытая, коммуникациям, у него должно быть много комментариев по публикациями, много лайков, соответственно, и активности. Мы, соответственно, проверяем с помощью специальных сервисов, то есть даже если, например, есть какая-то накрутка, то это очень легко проверить как обычным способом, так и с помощью специальных сервисов. Также мы обращаем внимание на количество stories, какое количество и качество stories публикует блогер, есть ли у него активные stories на данный момент, есть ли у него забитые архивы stories, что в них находится. То есть все это складывает теперь впечатление в блогере, и все это очень важно, на самом деле, при заполнении профиля в целом, и то, с чего необходимо начать. Далее, естественно, мы обращаем внимание на тексты, которые пишет блогер, ну то есть, если это просто картинка без какой-то смысловой нагрузки, это просто красивая фотография, то, естественно, это одного типа блогер. Если это блогер, который пишет какие-то советы, обзоры и так далее, то это уже другого типа блогера. Естественно, мы подстраиваем контент рекламный под специфику его публикаций. Далее, очень важно понимать, как именно связаться с блогером. То есть, когда рекламный доходит на страницу блогера, должен понимать, каким образом ему написать. Либо это почта, либо это агент какой-то, который с ним работает, либо это директ, ну либо какой-то еще другой способ создать связи, например, WhatsApp или Telegram и так далее. То есть, не нужно ставить рекламный, искать, каким образом связаться с вами. Далее, это отношение количества подписчиков, подписок, ну и в целом, как и для активности. Здесь, естественно, это самый важный, наверное, пункт. Но, тем не менее, мы не смотрим на количество сейчас уже подписчиков. То есть, не должно быть там, не должно быть 100 тысяч миллионов подписчиков. То есть, здесь тренд уходит с комикроблогером, то есть, у всех блогеров, у которых есть своя история узкая, на которую мы можем ориентироваться. Главное, чтобы она была активной просто в профиле. То есть, если нам блогер, например, заходим с вами за блогером на 2000 подписчиков, но при этом куча лайков на пост и история, в принципе, влечена, контент, то мы можем назвать рекламу у такого блогера в том числе. Ну вот, здесь привели примеры нескольких оформлений. То есть, это био, да, описание профиля. Вот, например, в первом примере здесь женщина пишет о том, конкретно то, чем она занимается. То есть, это она проводит мастер-классы, разбирает гардеробы, делает обзоры магазинов конкретных в городах. То есть, если бы я зашла на эти страницы, вот, рекламодатель, я бы не была, чем занимается женщина, и сразу бы поняла, что мне можно размещать здесь бренд женской одежды, либо торговый центр, который находится в Новосибирске. Все круто, понятно. Ну, как бы, есть другие, конечно, варианты, в принципе, они все рабочие. Вот, например, средний вариант, это когда блогер-мамочка. Здесь, конечно, понятно, что она мамочка, но вот по описанию, наверное, не совсем будет ясно, почему она специализируется. А специализируется, если дальше посмотреть в ее контент, она на том, что делает лайфхаки для удобной жизни. То есть, в принципе, контент у нее крутой, но описание может немножко оттолкнуть, ну, на мой взгляд. Дальше, ну, третий бренд тоже, как бы, таким детским, наверное, брендом подходит, но, тем не менее, тоже нужно следить за тем, что написано у вас в профиле, потому что это первое, на что обращают внимание кто-то к вам заходит, не важно, рекламодатель или просто обычный человек, ваш подписчик потенциальный. Ну, и далее, конечно, стоит обратить внимание на контент, настражание его, смысловую нагрузку, грамотность, о чем я уже говорила, да, то есть, есть несколько типов, когда блогер публикует просто красивые фотографии без какой-то смысловой нагрузки, просто ставит хэштеги и пишет какую-то цитату. Второй впутит, когда он дает лайфхаки, дельные советы. Третий, когда он записывает какие-то видеообзоры, да, какие-то вайны, возможно, короткие, смешные или просто советы, какие вы даете в формате видеообзора. Естественно, это разный формат контента и подходят они для разных типов брендов, соответственно, да. Далее, конечно, очень важна эта личная харизма, да, узнаваемый какой-то стиль должен быть, если вы заявляетесь как блогер, то есть вы должны выделяться чем-то на фоне остальных, из-за того, чтобы рекламу сказали именно у вас, а не у кого-то, кто в той же стиле находится. Далее мы обращаем внимание на рекламную публикацию других брендов, то есть очень важно понимать, какой бренд вы рекламируете, каким образом вы это делаете. То есть не нужно соглашаться на рекламу на всю подряд, если не соответствует вашей тематике, если вы точно знаете, что она не зайдет в ваши блоги, потому что мы, как рекламодатели, всегда смотрим на активность именно под рекламными постами, потому что, скорее всего, на них блогер ничего не накручивает, и, скорее всего, он их продвигать не будет дополнительно. Поэтому мы смотрим, особенно если это видео, да, мы смотрим на количество просмотров, ну и, естественно, в целом, как смотрится рекламный контент в общей ленте блогера, и каким образом он выделяется или не выделяет, как на него отреагировали подписчики, ну и так далее. Ну и далее, естественно, нужно, когда вы размещаете рекламу, отвечать подписчикам на комментарии, которые под ней возникают, потому что для брендов это тоже очень важно, чтобы блогер был получен в жизнь вообще своего блога подписчиков, и если там возникают какие-то вопросы либо споры, то блогер должен активно реагировать на это, а не просто, ну да, я разместил рекламу даже про почтный пост, типа я не буду на него отвечать. Это неправильно, конечно же. Также мы смотрим на, но на это очень мало кто обращает внимания, на отметки профиля. Это вот эта вот штучка. Зачастую там бывает очень много разного контента, интересного очень, то есть там отмечают друзья блогера, то есть сразу видно, чем живет блогер, например, или, допустим, отмечают какие-то биржи, там накрутка подписчиков инстаграма и что-то еще, то есть этим мы тоже смотрим, если такого контента очень много, то понятно, что блогер не сидит за этим, и в целом как бы не придет этому внимание, хотя очень много по этим ответкам можно узнать о нем. Интересного. Ну и, соответственно, скорость ответа на запросы к вам дать себе, то есть насколько быстро в целом отвечает блогер, ну, неважно, где он это делает, то есть сколько он увлечет в то, что мы ему написали, например, на фон, быстро реагирует, он быстро предлагает какие-то свои решения и так далее. То есть это говорит о том, насколько в целом блогер надежный. Ну, то есть нам, как агентству, даже любому вообще, в принципе, бренду, очень будет неприятно, если блогер возьмет, например, и исчезнет с нашей рекламы, с нашими деньгами и так далее. Понятно, что можно исключить договор и так далее, но в целом нужно смотреть на то, каким образом он активен сам по себе и как он быстро увлекается в ваш разговор, отвечает вам, ну, то есть не уходит там на 3 дня в спячку и так далее. Соответственно, очень важно следить за статистикой своего блога, но это, естественно, да, это приписано истинно, нужно понимать, какой контент заходит в вашем блоге лучше всего, на что больше реагировать, и, соответственно, предлагать этот контент реализовать рекламодателю, потому что рекламодатель может прийти совершенно безумными идеями, может вообще без идей прийти, и вы должны будете предложить ему то, что подходит конкретно для публикации в вашем блоге. То есть в статистике здесь работает принцип открытости и частности, мы обычно, мы, конечно, как агентство можем с помощью разных программ посчитать количество увлеченности и посмотреть вручную и пройти по всей странице и проанализировать это со своей точки зрения, но в целом, когда мы запрашиваем многие статистику его профиля, а если он нам ее открывает, то мы считаем, что он, наверное, честный человек, и, скорее всего, у нас результат будет хорошим с ним. Но если он говорит, что нет, я свою статистику не открываю, у меня там все чисто конференциально, то понятно, что, скорее всего, этот блогер просто боится ее открыть, и, наверное, он накручивает, потому что в ином случае он бы это сделал. То есть предоставлен он статистику, в которой мы могли бы уже точно составить прогноз. Ну, то есть если вы не открываете статистику, то хотя бы тогда прогарантируйте хоть какие-то KPI от вашего размещения, будь то охват, возможно, какой-то процент количества подписчиков, какие-то активности и так далее, если уж вы не прямо переживаете за статистику своего профиля. Ну и также совет такой, лучше всего копировать, копить и сохранять свои кейсы. Ну, кейсы я подразумеваю рекламное размещение, чтобы потом, если вдруг вы не удаляете из ленты, лучше, конечно, их архивировать, чтобы потом рекламодателю просто можно было скинуть этот пост еще раз, либо статистику этого поста и доказать, что реклама в вашем профиле действительно работает. Потому что, скорее всего, будут спрашивать, есть ли у вас подобные размещения в такой же сфере, как у меня, например, если это серьезная компания, и, соответственно, попросят предоставить статистику такого размещения, чтобы уже самим можно было каким-то образом составить прогноз. Ну и лучше, конечно, сразу предоставить какое-то предложение рекламодателю, то есть какой-то документ у вас должен быть, где прописано четко, сколько стоит пост в различных ваших форматах, в сторис, в ленте, в видеоформате и так далее. Ну и что вы можете предложить для конкретного бренда, как вы можете помочь ему в реализации его целей. Ну и, соответственно, то, о чем я это делала, самое главное, что не нужно размещать все подряд ради выгоды, для какой-то личной кандидатической цели. Нужно понимать вашу свою аудиторию, для этого нужно анализировать и предлагать рекламодателю удачные варианты размещения, для того, чтобы он потом не разочаровался в вашем рентате. Ленин, спасибо, я продолжу. А следующий у нас слайд будет. Да, вот такой. Больше делаем меньше слов. Каждый должен понимать свой уровень, свое позиционирование, а самое главное, осознавать свои амбиции в социальных сетях. Если бренду нужен от вас чаще всего что? Конечно, трагик. Но при этом человек, который стоит за брендом, это агентство, сотрудник, назовем его менеджером по работе с блогерами, что ему нужно? Ему нужно не нарушить дедлайны, ему нужно, чтобы вы качественно выполнили свои обязательства и вовремя получить отчетный, разумеется, профит от вашей деятельности. Если вы набрали все эти три «да», то будьте уверены, что такой блогер, который отвечает за свои слова и доказывает делами, делами сроками, свою эффективность, он попадает в резерв. Есть резервы у многих работников блогеров, они разделены по тематикам, по регионам, по вовлеченности, по показанной эффективности, ну и, разумеется, по бюджету. Если вы попадаете в такой резерв, то будьте уверены, в будущие заказы, повторные покупки у вас рекламы уже наступят с большей вероятностью. Что же можно все-таки продавать в своем профиле? Ну, конечно, самое очевидное, это место в блоге, место в сторис. Если вы начинающий блогер, то сторис лучше всего предоставляйте для бренда бонусом. Потому что пост... Объясню зачем. Пост наберет определенное количество лайков. Окей, сторис набирает сейчас по статистике Инстаграм больше просмотров, и многие люди строят свое поведение в этой сети именно таким образом, что заходят, просматривают актуальные сторисы или сторис интересных людей и блогеров, и потом выходят из своего профиля, они листают ленту. Соответственно, если вы размещаете рекламный пост, который вышел и оплачен в вашей ленте, в ваших сторис, вы повышаете его просмотр. Соответственно, вы можете потом заказчику показать более эффективное размещение, а ему это позиционировать как дополнительный бонус и понимание его проблемы и желания помочь. Если же вы блогер уже средней руки, у вас больше 10 тысяч подписчиков, то не стесняйтесь продавать размещение ссылок на ресурсы вашего заказчика. Но если вы размещаете ссылку, ссылка кликабельна, обязательно позаботьтесь и самостоятельно проверьте, куда это ведет ссылка. Не размещайте, ничего не глядя. Позаботился ли менеджер о том, чтобы там стояли метки. И просто не бойтесь коммуницировать к этому. Вы же не просто рекламная площадка, вы полноценный партнер. Соответственно, вы имеете право спросить, а как он будет мерить вашу эффективность. Зачем это спрашивать? Вроде бы получили деньги и все за размещение. Но мы говорим, что можно зарабатывать только на серии публикаций. И тогда у вас будет постоянная база. Если вы покажете бренду заинтересованности и желание анализировать, помогать и устраивать взаимоотношения долгосрочно, то, поверьте, менеджеру по работе с брендами и с блогерами, ему будет намного легче обратиться к вам повторно, чем искать нового человека с такой же аудиторией, но, наверное, не такого отзывчивого, как вы. Создание авторского контента. Не скрою, контент нужен всем. Здесь можно поставить точку. Но по факту у многих брендов, у многих региональных компаний у них нет ресурсов, времени, желания и возможностей иногда создавать контент самостоятельно. Зачем они привлекают блогеров? Очень просто. Здесь они пытаются за один бюджет решить сразу две задачи. Во-первых, они получают от вас трафика рекламное место, а во-вторых, очень многие блогеры, они харизматичны, они красивы, они умелы, даже если они обрабатывают фотографии, они что-то там потягивают, замазывают, улучшают в действительность, в любом случае у них есть на это время. Соответственно, предлагайте брендам создавать совместный контент. В этом будет благо, в этом будет в любом случае, опять же, основой долгосрочного сотрудничества. В конкурсе спецпроекта ГИБы не буду говорить, что вот, нужно проводить бренды, нужно наращивать какие, набирать призы, наращивать аудиторию, это ГИБы влияют отлично и на вашу статистику. Нет, я это говорить не буду. Со стороны агентства я скажу, что чаще всего бренд решается на ГИБ с блогером, когда у него горят KPI. KPI чаще всего горят после 20-го числа. Когда вы понимаете, что стоимость приведенного подписчика рекламными методами выросла и не оправдала ожидания, вы понимаете, что осталось всего лишь несколько дней и месяцев, что-то идет не так. Соответственно, мы ищем блогера и пытаемся устроить гив, чтобы хоть как-то подобреть аудиторию и выполнить KPI. Поэтому, если вы специализируетесь на гивах, то оставляйте рекламные места ближе к концу месяца. Если к вам приходит бренд и вы понимаете по общению, когда, разумеется, спрашиваете, зачем ему это все нужно, что ему нужен трафик, ему нужны подписчики, то смело предлагайте этот формат взамен обычным размещением. Гивы — это не всегда плохо. Это не надо устраивать. Вот сейчас будет изображение. Девушка набрала 100-500 разных партнеров, устроила яморку в своей группе. Нет, гивы не про то. При помощи этого же можно грамотно позиционировать и бренд, и не потерять свое достоинство как броня. Экспертиза и жизненный опыт здесь очень все просто. Не думаю, что нуждается в комментариях, скажу только единственное. Не бойтесь выходить на территорию бренда. Хорошая идея — это коллаборация с брендом. Если вы эксперт своей узкой ниши, то не бойтесь предлагать свои услуги, как введение колонки, введение рубрикатов. Нам всегда нужны ребята, которые могут вдохнуть какую-то новую кровь, привезти что-нибудь новое в наш контент. Мы ищем, всегда находимся в поиске активных авторов. И для этого вы не должны быть топовым блогером. Вы должны знать свой продукт, свою аудиторию, и разбираться в том, о чем вы пишете, и как вы себя позиционируете. Прямые первые пресс-мероприятия. Соглашайтесь, очень выгодно, хорошие подарки, известность. Здесь вы можете попасть в медиа, в среду бренда. Что это вам даст? Хорошо засветитесь, получите новую аудиторию, получите новые заказы. Но главное, эти мероприятия нужно обязательно хорошо отрабатывать. Как мы покупаем блогеров? Извините за это слово, но мы с вами на рынке, поэтому здесь товароденежные отношения, они всегда во главе. Самое простое, быстрое взаимодействие — это плата за публикацию. Чаще всего это трафика в истории, когда нам нет необходимости брать и фотографировать блогер с своим товаром и строить большую какую-то историю. Все проще. Мы рекламируем или акции, или скидки, или товары, или опыт. Это для опыта самый отличный формат. Плата за публикацию с продуктом. Здесь, кроме того, что вы получаете те же деньги, вы берете на себя обязательства по получению, заказу и отправки обратно продуктов. Но в чем есть, кажется, так очень страшно, на 14 дней мы хотим себе быстрых результатов и быстрых денег. Но в этом формате есть и плюс для блогеров. Чаще всего для бренда вот эта пересылка продуктов для обзоров — это очень большая накладка, давайте так и скажу, по документам и трата времени. Соответственно, если вы хорошо отработаете, то большинство брендов вам просто подарит этот продукт, и ваша выгода просто задвоится. И последний формат — это бартерное сотрудничество. Здесь для бренда самое клевое, классное взаимодействие. Потому что ушлые менеджеры, они подтягивают за счет заказа блогеру по своим же меточкам, свои же продажи, они заказывают вам подарок, который позиционирует как покупку, уже благодаря подчеркивающую их эффективность. Но при этом бартерное сотрудничество, оно опасно для блогера. Вы должны брать только те продукты, которые действительно соответствуют вашему позиционированию, вашей аудитории и тому, наверное, той философии, которую вы пытаетесь нести в своем аккаунте. Почему я говорю про философию? Потому что если даже вы пишете, например, про тот же спорт, или даже по-другому, что Россия для русских, мы говорим о том, что у нас есть культура, преемственность, что у нас шикарная, красивая страна, и при этом вы берете на рекламу очень сладкий продукт, как сумку Dior. Здесь сразу получается, что или вы обманываете в этом рекламном посте, или же вы обманывали на протяжении всего введения вашего аккаунта. Это допускать невозможно, нельзя. Но при этом, если вы хотите изменить резкое позиционирование, то при помощи бартера вы можете это сделать. И здесь я не говорю про один пост. Вы можете набрать несколько продуктов, несколько партнеров, и вы даже можете выстраивать ряд миш или ряд продуктов, которые вы хотите рекламировать. За счет того, что вы будете делать обзоры или взаимодействовать с другими товарами и услугами, вы можете изменить свое социальное положение, в сети, и привлечь новую аудиторию. Но с этим нужно быть очень аккуратным, потому что в погоне за новенькими вы можете потерять стареньки. Отличное место, где можно найти бренд, найти постоянные заказы, это различные биржи, различные площадки, генераторы, вот эти вот с блогерами, которые ищут молодых талантов во всей России. В чем, наверное, ошибка? Если вы начинающий блогер, который работает на очень широкую аудиторию, при этом у вас не очень много подписчиков, и вы четко не даете себе осознание того, кто вы и куда вы хотите развивать ваш блог, то вам здесь делать нечего. Кроме того, что будете тешиться лишними надеждами, бренды вас, к сожалению, не найдут, а процент вы будете платить. Кроме того, процент попадания на эти площадки, скорее всего, будет в вашем случае минимальным, так как им нужны те люди, на которых они будут зарабатывать. Если же вы блогер, который имеет свой голос в сети, имеет свое позиционирование в регионе, даже если регион маленький, не бойтесь, регистрируйтесь, это ваша золотая жила. Потому что сейчас крупный бизнес не делает рекламу масштабную на всю Россию. Это не так эффективно. Мы ищем регионы, локации конкретно. И ищем там, пусть и маленьких, и микроблогеров, но тех, которые могут нам показать результат. Но и самое главное, это знайте и любите ваших подписчиков. Не бойтесь задавать им вопросы. Фиксируйте себе их паттерны поведения. Строите гипотезы. Потому что, когда к вам приходит бренд, вы должны, и предлагает товар, пусть очень выгодный вам по цене, вы должны, в первую очередь, думать не о себе. Вы должны думать о ваших подписчиков. Потому что это та короба, которую вы доните. Соответственно, чем качественнее и правильнее будут выбраны продукты для рекламы, чем правильнее будет создан контент, тем больше подписчики будут считать, что вы их уважаете. А уважение в сети, к сожалению, не купить нельзя, а не за какие деньги. На этом у нас все. Большое спасибо вам. Я думаю, что сейчас будут какие-то вопросы. Но и перед вопросом я просто скажу, что, так как у нас сегодня с вами больше про Инстаграм, про блогин, вижу, многие фотографируются, не забывайте отмечать нас с Леной, с Эмом Кушак, Теледва, своих сторис. И мы посмотрим лучшие и самые интересные кадры, и мы заберем себе. Все, спасибо, ждем вопросов. Мы попросим. Да, можно нам поаплодируем. Вопросы попросим вам. Спасибо. Спасибо.